Добрый вечер, дорогие друзья! Давайте проверим связь, как меня слышно. Дальний Восток Путешествия – это вот такая же точно пища для ума, как для тела еда и вода. То есть мозг питается новыми впечатлениями. Он без новых впечатлений вообще жить не может и начинает угасать и терять свои функции. И это говорю к тому, что у нас очень скоро день рождения компании в Крыму. И нужно обязательно постараться туда поехать и набраться как можно больше новых впечатлений. Потому что это так здорово. Тем более в Крыму мы были в бухте Ласпи. Это изумительно по своей красоте место. И нас, как всегда, ждут потрясающие экскурсии. И общение друг с другом на таких мероприятиях, конечно, общение – это бесценно. И мы все получим энергию. Мы получим новую информацию о новых продуктах компании. И вы знаете, я уже, конечно, перевела эту информацию с английского от производителя. Я знаю немножко больше. Поэтому скажу, что мне так понравились эти новые средства. Я посмотрела названия и подумала, что мне ни одной из них не надо. Вот мне лично ни одной из них не надо. Ну, что за средства, в общем-то, зачем? Ну, думаю, кто их будет покупать? Когда я перевела информацию, думаю, боже, как здорово. Оказывается, это не узконаправленные средства, а у них есть те свойства, о которых даже не подозреваешь просто. И я так поняла, что мне надо и одну, и вторую, и третью. Но я думаю, вам тоже всем понравится. Мы ждем вебинар с метином по новинкам. И, конечно, на дне рождения в Крыму это будет широко представлено. Конечно, на каждом дне рождения традиционно идет представление новых аюрведических средств. Я вот уверена, 100% вам это понравится, новая линейка. У нас в Крыму будут очень интересные спикеры. К нам приедут такие интересные люди. С такой интересной информацией об аюрведическом способе жизни. О многих интересных проблемах, о способах личностного роста. Что еще не поздно. Можно всюду успеть. Так что я думаю, мы все с вами встретимся. Потому что только самые активные люди ходят на вебинары, слушают информацию. Ну, и, конечно, в жизни надо быть активным. Это всегда дает много преимуществ. Тем более, в Крыму мы будем много путешествовать, ходить пешком. А это очень хорошая профилактика варикозного расширения вен. Об этом сейчас и поговорим. Понимаете, вот эта тема больше летняя. Потому что лето, жара, ноги отекают и вены расширяются. И ко мне часто люди подходят и спрашивают. Говорят, вот смотри, какие у меня отеки. Это сердечные, наверное, или почечные. А я этого человека знаю и знаю, что там нет ни сердечных, ни почечных проблем. А говорю, нет, это просто от солнца. Ноги перегрелись, вены расширились. Плазма через расширенные стенки пропотевает. Вот оно, варикозное расширение. И поэтому летом ноги отекают чаще. И переезжаешь в какое-то теплое место и смотришь, у потеки на ногах появились. Поэтому давайте посмотрим, как профилактировать, как ухаживать за венами, что нужно делать. Что рекомендуют наши производители для того, чтобы поддерживать состояние вен в хорошем состоянии. Итак, вены наши в организме – это объемные сосуды. То есть, одновременно, одномоментно в венах содержится около 70% всего объема циркулирующей крови. Что-то не подняет какой-то вопрос. И вены обладают очень высокой способностью к растяжению и работают как хранилищей крови. И вот то, что они обладают способностью к растяжению, делает их таким слабым веном сосудистой системы. То есть, многократное растяжение может приводить к тому, что венозная стенка перерастягивается, деформируется. И в конечном итоге возникает варикозное расширение вены. И если вена чрезмерно расширяется, то клапаны отходят друг от друга. То есть, смотрите, венозная система, она таким образом устроена, что кровь двигается снизу вверх против гравитации, против силы тяжести. И клапаны в венах вот так расположены. То есть, мышца сжимается, вены вот так сжимаются, кровь выталкивается вверх и клапан смыкается. Вот так, клапан смыкается. Для того, чтобы, поскольку кровь идет снизу вверх, то она не возвращалась назад. И вот, когда вена расширяется, то клапан не может замкнуться. И, соответственно, ток крови идет вверх и вниз. Вниз это называется регургитация. То есть, обратный ток крови должен вверх идти, а он идет еще и вниз. И таким образом формируется относительно клапанная недостаточность. И это приводит к еще большему растяжению вены. Кровь накапливается, расширяется, еще к большей недостаточности клапана. И таким образом формируется порочный круг. То есть, надо сказать, что если разбирать любое хроническое заболевание, то всегда есть порочный круг, который это заболевание поддерживает. И вот получается, что варикозное расширение вен – это то заболевание, которое начинается как маленький снежный комочек и постепенно катится, обрастает все новыми симптомами, усугубляется и превращается в какую-то лавину. И самая большая опасность, что когда есть обратный ток крови, то там кровь застаивается, есть склонность к воспалению этой венозной стенки и там же очень высокая склонность к тромбообразованию. И опаснее всего вот этот тромб, который может оторваться в любой момент времени и непонятно где застрять. Или вот застрять там в руке воспаление, там тромбов либит руки, тромбов либит ноги, хуже всего, если это попадет в мозг или в какие-то коронарные сосуды. То есть вот варикозное расширение вена особенно опасно именно тромбообразованию. Ну и вот этот порочный круг, он поддерживает сам себя, дальше происходят изменения в венах и формируются варикозные узлы, это называется уже необратимое изменение в тканях, которое уже подлежит оперативному лечению. Но нужно понимать, что любая операция, она не решает проблему сама по себе. То есть в одном месте можно удалить узел, он в другом сформируется. И правильно, конечно, всегда профилактировать, не допускать до развития грубых вот таких осложнений варикозное расширение вен. Варикозная болезнь или называют именно варикозная болезнь, да, потому что, в общем-то, это характеризуется слабостью соединительной ткани. И там, где есть варикозное расширение вен, могут и быть и другие проблемы, связанные с соединительной тканью. И это в целом вот такая слабость венозных стенок в разных частях тела. Это может быть и варикозное расширение вен на ногах и в органах малого таза. Варикоцели – это варикозное расширение вен яичка, которые, если вовремя не заняться, вовремя не опреперировать, приводит к бесплодию мужскому, да. Сюда же относится и геморрой, то есть геморрой, по сути, это варикозное расширение вен пищевода, которое бывает уже при церозе печени. И вот слабость такая соединительной ткани приводит к тому, что венозная стенка, она недостаточно прочная и эластичная. И поэтому чрезмерно вот так растягивается, как старая резинка. Ну и нужно понимать, какие есть риски. То есть есть вообще наследственная слабость вен, то есть иногда дети рождаются, и видны поверхностные вены, и видны, что они извитые, да. То есть вот от рождения слабые. Если у родителей слабые вены, уже надо проводить профилактику. Ну а дальше все знают, что варикозное расширение вены – это бич людей, которые много стоят, много сидят, сидят ногу за ногу, ногу за ногу. Это запоры, потому что повышается давление, да, внутри брюшное. Это беременность и роды, потому что матка увеличивается, она переживает вены. Это и средства контрацепции, потому что они снижают эластичность ткани и тоже плохо влияют на вены, на состояние вены. Даже кашель и, в частности, астма приводят тоже к варикозному расширению вены. Ну, казалось бы, да, при чем тут астма и варикоз? А потому что это кашель, это всегда напряжение диафрагмы, это повышение внутрибрюшного давления, давление на вены, затруднение тока и вот тоже варикозное расширение вены. Поэтому правильнее всегда проводить профилактику. Как все начинается? Начинается просто с вечерней отечной стены ног или просто с отечной стены ног. Причем, вот знаете, ну, была, например, такая ситуация. У меня коллега, молодая девушка, пошла работать в немецкую компанию, а там настолько все строго, что человек пришел, она в обувную паблику, в обувную компанию Габар немецкую пошла, у него хороший немецкий. И вот она сказала, что там так строго, человек пришел, он должен сесть за компьютер и сидеть не вставая. Потом 45 минут перерыв, потом через 2 или 3 часа перерыв на 15 минут. Все остальное время они должны сидеть. И она приходит в ужасе, как-то мы встретились, говорит, почему у меня ноги отекшие, я что больна, что со мной вообще? Я говорю, ну, нет, ты не больна, просто ты сидишь без движения, застой крови в венах, застой лимфы, да, потому что именно вот мышца, мышца сжимается и проталкивает и по венам кровь вниз, и, а у лимфедок вообще они от сердца, и мышцы это лимфатические сердца для вен. У них тоже, ой, для лимфы тоже, кстати, там тоже есть клапаны в лимфатической системе. И если мышцы без движения, то как этой крови и лимфе проталкиваться снизу вверх против силы тяжести, когда мышцы не работают, и диафрагма тоже не работает, да. И вот я ей объяснила, что надо хотя бы, если ты вынуждена сидеть, то хоть как-то двигать ногами, да, чтобы мышцы сокращались и таким образом помогать. То же самое происходит, когда долго сидишь без движения в самолете, в машине, тогда очень хорошо, если в автобусе положить ноги на сиденье впереди стоящего кресла, и тогда хотя бы это улучшает отток. И вообще, если появилась такая отечность ног, сразу же нужно задуматься, насторожиться и что-то делать. Да, вот у меня тут картинка такая интересная внизу, к чему приводит варикоз, какие симптомы, то есть на начальных этапах сначала можно потерпеть, потом задуматься, потом бить тревогу, потом уже все, терпеть категорически нельзя. Поэтому правильно всегда знать и вовремя задуматься, и вовремя предпринимать какие-то действия. Опять же, ищу какие симптомы ощущения тяжести и распирания, которые проходят после отдыха или прогулки. То есть это то, что говорит именно о застое. Поэтому даже офисные сотрудники, у которых очень высокий риск варикоза, даже вот вставать на 2-3 минутки, там пройти кулеру, выйти в другой кабинет, там по лестнице куда-то пройти, это уже хорошо. То есть, например, сейчас эта девушка, она мне сказала, что при любой возможности она выходит на лестницу и просто входит на пятый этаж, и обратно пешком, но и гулять тоже очень много надо. И вот смотрите, это тоже как своего рода диагностика. То есть сердечные, почечные отеки, они так не купируются просто ходьбой. А вот как только начинаются первые симптомы варикозного расширения вены, это вот чутко видно, что если долго сидишь, и в ногах появляется какая-то тяжесть, вот такая отечность, разбирание в ногах, да, то надо сразу одеваться, идти гулять, и через час ничего такого уже нет за счет вот циркуляции. То есть это применимо вообще ко всем заболеваниям сердечно-сосудистой системы, потому что тело так устроено, что кровь, лимфа, они не должны стоять на месте, они должны циркулировать все время. Понимаете, вот очень хорошо общаться с мужчинами, с инженерами. Они говорят, вот вы так объясняйте, и все понятно. Я вот технарь, я понимаю, что если есть техника, она должна работать 24 часа в сутки, иначе она пропадает, ржавеет, и все, ее выбрасывают. Вот точно так же человеческое тело, это такая биомашина, которую постоянно нужно использовать. И она трофируется, разрушается за ненадобностью. Поэтому нужны ноги, чтобы двигаться, и нужно как больше двигаться, да. Вот, появляются темные подкожные вены, сосудистые звездочки, чаще всего под коленкой. Поэтому свои под коленки надо периодически рассматривать, смотреть, не появилось ли там чего, и тоже вовремя предпринимать. И варикоз чаще всего появляется все-таки у женщин, да, особенно часто после беременности и родов, и вообще у женщин более слабые вены. И сейчас уже у детей настолько слабая садинная ткань, что даже школьники к концу вот школы имеют варикозное расширение вен, и поэтому родителям надо следить за детьми, и тоже ноги периодически смотреть, видеть, и своим примером показывать вот меры профилактики, да. И по данным статистики, вот варикоза страдает каждый десятый мужчина и каждая третья женщина. То есть у женщин в три раза чаще воспалительные процессы варикозы, у мужчин в основном это бич-водители. Тех, кто сидит много, и поэтому, вы знаете, вот надо что-то предпринимать. Например, у меня у знакомого есть часы, а сейчас много всяких гаджетов, и вот эти часы, они показывают пульс, они показывают немножко даже пульсовую диагностику, они показывают, сколько количества шагов прошел человек, сколько калорий истратил, сколько осталось, сколько еще нужно пройти в обязательном порядке. И, например, бывает такая ситуация, да, я, молодой человек, вот мне рассказывал, он стоит в пробке в Москве, а эти часы уже начинают его пищать. Сидячая ура жизни, сидячая ура жизнь, это все. Все, срочно выходи, бегай вокруг машины, и это, конечно, побуждает тоже к действиям, такая напоминалка, она всегда помогает. Что же говорит аюрведа нам? Аюрведа говорит, что варикозное расширение вен в восточной медицине связывает с болезнью холода, опустившегося в нижнюю часть тела, да. Поэтому у нас страна холодная, и у нас организм нужно согревать. И если наши врачи что скажут? Варикозное расширение вен прогревать ни в коем случае нельзя, то китайские врачи, они скажут наоборот. Китайские врачи аюрведы, что это болезнь холода, тело надо согревать. И тут наоборот берется такое ведро горячей воды, это называют китайское ведро, такое большое, что помещаются почти все ноги, и туда вводится что-то или морская соль, или специальные какие-то средства для ванн, для ног, для того, чтобы все прогрелось, тело прогрелось, мышцы прогрелись. И именно чтобы выводить холод, да. Вот только поймите меня правильно, я как бы не противоречу, что понятно, что в жаркое время года просто ноги перегреваются, и вены расширяются от этой жары, да, поэтому летом ноги часто отекают, и летом очень много надо ходить. А вот именно зимой, когда холод накопился в организме, и при этом есть варикозное расширение вен, надо вот этот холод из тела выгонять. И вот тогда даже всякие компрессии, согревающие процедуры, и даже иногда вот такие ванны, они очень хорошо помогают при варикозном расширении вен, потому что всеми способами надо холод из тела выгонять. И холод это сочетание ватой капхи, ветра и слизи в различной пропорции, и что приводит к недостатку кровоснабжения. И варикозное расширение вен – это расстройство ваты, которое создаёт повышенное давление, влияет на клапаны, и унистичность вен. И когда вот субдоша вьяна вата выходит из равновесия, то возникает сухость, потеря упругости, клапанов вен. И в то же время одним из признаков дисбаланса ваты является запор. Запор – это тоже риск развития и геморроидального расширения вен, геморроя развития и варикозного расширения. Поэтому Айр-Вид нам говорит, что надо балансировать вату. Но в первую очередь вата балансируется таким спокойным, уравновешенным состоянием, такой тёплой, маслянистой пищи, гармонией в душе, чтобы быть гармонией с миром и с миром в душе. И поможет в этом близне, который вот как раз помогает этой психической стабильности, уравновешенности и очень хорошо нормализует дошу вата и субдоши. Поэтому успокаивает нервные системы, именно, понимаете, нормализует процессы возбуждения и торможения. Вот это к тому, что Наталья говорит, не хочу, чтобы я там перевозбудилась. А вот на самом деле не нужно и перевозбуждения, и не нужно чрезмерного торможения. А самое правильное – это в балансе. Вот возбуждение и торможение в норме, в балансе. То есть, чтобы утром встать с энергией, с силой, а вечером хорошо расслабиться и заснуть, и в течение дня быть в спокойном, уравновешенном состоянии. И вот как раз близне, он именно нормализует процессы возбуждения и торможения. И вот оригинальное название внизу – peaceful mind. То есть, мозг, как бы, mind – это ум, да, вот, как бы, ум, наполненный миром. Такая вот гармония. Вот классное название, как-то даже его странно переводить на русский. И, конечно, у близне основное действие – это нормализует тонус сосудистой стенки и вообще укрепляет сердечно-сосудистую систему. И иннервацию. Поэтому, конечно, близне – это просто базовое средство при любых проблемах сердечно-сосудистой системы. То есть, речь идет и о гипертонии, речь идет о варикозных расширениях вен, там, о тромбах либите, там, после инсульта, после инфаркта, трассические язвы. То есть, любые проблемы сердечно-сосудистой системы. И, соответственно, с нервной системой тоже. Есть еще у нас кардиоблиз, да, но вот все-таки при варикозном расширении вены препаратом выбора является близне. Видите, какое хорошее название. Здесь, так же, как и в кардиоблизе, есть и центелла азиатская гутукола, и терминали Арджуна – такое вот мощное средство для укрепления сердечно-сосудистой системы. Вот этот успокаивающий спакернат или индийская валерьяна, и индийский крыжовник-источник, витамина С для укрепления венозной стенки, для выработки коллагена. Вот. И солодка голая, и спаржа индийская. То есть, смотрите, очень важно, потому что фитоэстрогены, так же, как и эстрогены, это средства, которые укрепляют всю сосудистую систему. То есть варикоз – это часто бывает связано с дефицитом, здесь балансом женских половых гормонов. То есть эстрогены – это кардио- и вазопротекторы. То есть это гормоны, которые защищают сердце и сосуды. И вот они настолько важны и настолько мощно указывают эффект на укрепление венозной стенки, что даже если у мужчин вот такой выраженный варикоз, то им дают фитоэстрогены для именно укрепления венозной стенки для борьбы с варикозом. И вот как раз индийская спаржа шатавари – это то средство, которое содержит аналоги женских гормонов. Ну, понятно, что здесь у нас все в правильной пропорции, поэтому можно и мужчинам, и женщинам, но тоже очень хороший состав для укрепления венозной стенки. И в виде индийский перец, и красный коралл и жемчуг. То есть это все средства, которые содержат минеральный комплекс и для улучшения нервной проводимости, и для укрепления тонуса сердечной стенки, для всей соединительной ткани. Еще Юрведа нам говорит, что дисбалансовый раджака ПИТИ приводит к образованию также трофических язв. Я теперь перевожу вебинары Нитина, и часто от него слышу не только название ДОЖ, но и СУПДОЖ. И вот раджака ПИТО, он достаточно часто употребляет, то есть ПИТО вообще отвечает у нас за обмен веществ, за пищеварение. А вот это СУПДОЖ, раджака ПИТО, она поддерживает чистоту крови. И она находится в печени, в селезенке, отвечает за состав крови, распределение питательных веществ к органам и тканям через кровь. И если это РАНДЖА КОПИТО или еще говорят РАНДЯ КОПИТО, выходит из равновесия, то кровь становится нечистой. И соответственно, вот такая густая вязкая кровь, она не может быстро, нормально проходить по сосудам, она застаивается, и организму особенно тяжело вот эту вязкую густую кровь проталкивать снизу вверх против силы тяжести. Вот она становится смешанной с токсинами, с пищеварительными токсинами, плотной и вялой. То есть, как бы кровь содержит следы плохо переваренной пищи. Если такую кровь смотришь под микроскопом, то видно там и капли жира, и куски холестерина, и пленки холестериновые, и кристаллы мочевой кислоты. И так обычно объясняют, что кровь загрязнена продуктами плохо переваренной пищи. И соответственно, тоже таким венам очень тяжело густую вязкую и вялую кровь проталкивать снизу вверх против силы тяжести. Она застаивается, нарушается циркуляция крови, и постепенно развитие вот этой хронической венозной недостаточности и приводит к самому угрозному осложнению, к трофической язве. То есть, трофа – это питание, отсутствие питания вызывает язву. То есть, в этом месте нет питания. Ткани не питаются, без питания они разрушаются. И вот обычно, вы видите здесь на картинке, самая крайняя картинка – это как раз трофическая язва. И вот это самое типичное расположение трофической язвы, вот нижняя часть голени в месте перехода в стопу. И вот появление такой трофической язвы – это абсолютное показание к оперативному лечению. То есть, есть относительные показания, это абсолютное. То есть, здесь надо просто убирать вот эту варикозно-расширенную вену, и тогда организм начнет образовывать коллатерали и проводить очень мощную профилактику, описательно делать гимнастику. Однажды у меня друг, мы вместе работали, потом он ушел в другую компанию, и пишет мне, что у меня вдруг обнаружили язву. Я говорю, это точно трофическая язва? Как она выглядит? Он мне нашел картинку из интернета, говорит, вот точно так выглядит. И у него главный вопрос был, почему это у меня? То есть, ну, я не женщина, я молодой мужчина, 35 лет там. Почему это у меня? Потому что, говорю, много сидишь и много ешь булок. И у тебя кровь густая, вязкая, плюс циркуляция нарушена. И, конечно, он тогда очень испугался и быстренько так откорректировал свой образ жизни, и больше ничего не было. Вообще, если ко мне обращаются и показывают, что вот трофическая язва, как обойтись без операции, я говорю, уже знаете, поздно, пить воржом, и почки отказали. То есть, раньше нужно было шевелиться и не ждать, пока образуется язва. Тут уже это очень опасное состояние, опасное и тромбооброгрена, и сепсиса, и всем, чем угодно. Поэтому следующее очень важное средство для лечения варикозной болезни и хронической веносной недостаточности это ливоплис. То есть, это средство для ухода за печенью. То есть, ливоплис у нас очень хорошо восстанавливает питу, регулирует питу, душу, и вот эту субдушу, роньяку, питу. Поэтому она абсолютно показана при варикозном расширении. Если брать с позиции врача простого натуральной медицины, не связанного с аюрведой, я бы все равно рекомендовала ливоплис. Почему? Потому что мы говорим, если пища плохо переваривается, она гниет и бродит, образуется слизь, эта слизь идет в кровь, в лимфу, кровь густая, вязкая, вялая, плохо проходит по сосудам, вены не могут нормально ее продвигать снизу вверх, вот она все равно варикозная. То есть, в любом случае, именно печень у нас отвечает за детоксикацию, за обезвреживание, выведение токсинов из организма. Это как бы раз. Во-вторых, печень как кирпичная фабрика у нас в правом боку. А я уже сказала, что варикозная болезнь и хроническая венозная недостаточность – это слабость соединительной ткани. И печень – это вот как кирпичная фабрика, которая говорит, на тебе сустав кирпич, стройся, обновляйся, на тебе вена кирпич, стройся, обновляйся, потому что для того вена, она тоже постоянно из чего-то обновляется, и ей на стройку нужно подводить кирпичи песок, щебенка, цемент. А печень, она производит эти кирпичи, и их нужно транспортировать, чтобы вена это все получила и регенерировала. Поэтому левоблис отвечает за регенерацию всех органов и систем, то есть за всасывание питательных веществ, за доставку, за детоксикацию, за регенерацию, за все на свете. И левоблис у нас просто невероятно классный вопрос. Вы знаете, здесь и алоэ в составе, от которого все ткани эластичными становятся, и амлонаша, которая стимулирует выработку коллагена, источника витамина С. Андрографис метельчатый – это индийская эхинацея. Это растение-иммуномодулятор, которая помогает при любых заболеваниях в организме. Видите, в составе милорболана, билерический милорболан, и железо, и имбирь, индийская генциана или горячавка индийская – это то средство, которое также очень хорошо восстанавливает функцию печени, и стимулирует образование ток желчи. И барбарис, и сверция, терминалия, цикорий, черный перец, то есть те растения, которые как раз и способствуют нормализации всех функций печени. Это очень важно для того, чтобы венозная система тоже хорошо работала. И еще раз про соединительную ткань. То есть прочностные характеристики соединительной ткани у разных людей различны. И в возрастных, и биологических периодах женщины-человека они тоже различны и проявляются прямо сотнями синдромов, симптомов и болезней. То есть к соединительной тканной недостаточности относятся и грыжи, и варикозное расширение вен на ногах, и слабая прочность сосудов, и слабые связки, например, головного мозга, и слабые связки вообще, то есть связки хрусталика, например, да, это проявляется близорукостью или еще какой-то проблемой с глазами. Сюда же относятся и вывихи, и переломы, и опущение внутренних органов, и дискинезии, кишечных, желчных, мочевыводящих путей, геморрой, выпадение прямой кишки матки, и даже ожирение, это тоже вот все слабость соединительной ткани. И все эти проявления соединенной ткани недостаточности, они либо в такой скрытой форме, либо наследственно обусловлено, либо вот так последовательно, параллельно развиваются на протяжении всей жизни. И поэтому для укрепления соединительной ткани как раз вместе с ливоблисом и вместе с астикаром очень хорошо используют, вместе с ливоблисом и вместе с близминдом очень хорошо использовать астикар. То есть это комплекс для укрепления именно соединительной ткани, да, соединительная ткань – это каркас нашего организма, это стенки всех сосудов, ашториальных, и венозных, и вот все то, что я перечислила, все это соединительная ткань. И вот как раз астикар нормализует соотношение белков соединительной ткани, оптимизирует структуру и способствует правильному обмену минералов и выводит аму из суставов, из мышц, отовсюду улучшает гибкость, способствует восстановлению и нормальному обмену минералов. Поэтому масло и таблетки астикара, конечно, они тоже очень важны в коррекции варикозной болезни. Тоже посмотрите, какой у нас классный здесь состав, причем в составе растения, которые обладают обезболивающим действием, потому что там, где есть венозная недостаточность и нарушено кровоснабжение, то там всегда есть боль. То есть любой орган, он с нами разговаривает, не получает питание, болит. И вот в астикаре есть растение, которое обладает обезболивающим действием. Вот это же басвелия или индийский ладан, это то средство, которое и укрепляет соединительную ткань и обезболивает, восстанавливает и снимает воспаление. А прутняк китайский, это тоже удивительно, просто растение, тоже немножко содержится на составе хитоэстрогенов. И тоже для плотности, эластичности тканей. И видите, несколько видов имбиря, то есть плюхи, вот альпиния, да, это тоже разновидность имбиря. И сытий, и сельдерей, и пажетник, то есть все средства, которые сразу и выводят токсины, и являются питанием для формирования соединительной ткани в организм. И конечно для наружного применения нужен астикар. То есть для улучшения кровоснабжения в любое время года нужен делать аэрведический масляный массаж. Кстати, сейчас очень популярная и эффективная тема делать масляный массаж с силиконовой банкой. Эта банка, она продается в аптечной сети, там 3 копейки стоит, на ноги на масляное масло, просто чпукается эта банка, и производится такой массаж снизу вверх, и это усиливает дренаж. Это полезно и для кожи, и для мышц, и для вен, и восстанавливает эластичность. И опять же сбалансирует вот эту яну ватру, которая разбалансирована за счет вот своей маслянистости, такой маслянистости структуры. И сразу улучшает пищеварение, и укрепляется юнитная ткань. Поэтому масло астикара, оно должно быть постоянно, все время. Значит, масло астикара у нас заживляет, снимает воспаление, успокаивает, улучшает водилитную функцию кожи, гладкость и эластичность, вот такой выраженный противоотечный эффект, рассасывающий, детоксикационный, и улучшает питание тканей снутри и снаружи, улучшает кровоток, обменные процессы быстро выводят молочную кислоту и токсины из ткани. Посмотрите, состав вообще потрясающий, вы знаете, запах у него такой шикарный. То есть вот я обычно утром, может, не успеваю, но вечером я всегда наношу масло астикара на ноги, я не лягу без этого спать, и я ложусь уже в самое последнее. И вот для моего мужа вот просто запах этого астикара, это, знаете, такое вот очень успокаивающее и снотворное средство. Это вот просто балдеж. Вот настолько хорошо пахнет, и этот запах дальних стран, путешествий и приключений, чего-то такого здорового, насыщенного жизнью. И понимаете, это же ароматерапия. То есть помимо всех вот этих перечисленных действий, это же вот масла, они содержат эфирное масло. Я, кстати, вот не понимала, что обычно Нитин рассказывает, рассказывает масло, вот допустим, эвкалипта шировидного, масло кайбутого чайного дерева. Я спрашиваю, ну как, это же эфирное масло, да? Он говорит, ну у нас они сразу растворены в масле, поэтому мы говорим масло, да? То есть эфирное масло, это эфиры, и они растворяются в обычных маслах. Здесь вот уже все правильно растворено, и сочетание вот таких базовых масел, да, и эфирных масел, и дает вот этот потрясающий эффект ароматерапии. То есть наш мозг, да, имеет две части, вынесенные наружу. Это глаза, и в носу есть обонятельный центр. Это тоже часть мозга, вынесенная наружу. И когда мы вдыхаем это масло, вот эти эфирные масла, содержащиеся в масле остекар, они попадают вот на обонятельные рецепторы, да, изнутри, в эту обонятельную часть мозга, сразу в мозг, и дает вот такой очень мощный, гармонизирующий эффект. Именно поэтому масло остекара, оно снимает головную боль, так же, как и масло трихоблиз, и вот тоже можно наносить и на шейно-воротниковую зону, и вообще можно наносить куда угодно, и даже зубы чистить, да. Поэтому вот масло мастикару пользоваться каждый день, это такое наслаждение, вот просто удовольствие. Поэтому смотрите, основная такая здоровительная программа, которая учитывает и дисбаланс-дош, и рекомендации индийских врачей, и абсолютно обоснованно с точки зрения врачей, которые не занимаются аюведой, и ничего про дисбаланс-дош не знают и знать не хотят, да. Но им тоже можно объяснить, что в близминде есть растение, которое укрепляет сосудистую стенку. Ливоблиз, он нужен для детоксикации и для питания сосудистой стенки, для обновления ткани. И остекара это укрепляет всю соединительную ткань в целом. Тут все понятно, да. И остекара, то есть это вот масло остекара. Это основная такая базовая программа. Конечно, ее можно дополнить и расширить, и можно чередовать какие-то комплексы. Во-первых, чем ее можно дополнить? Во-первых, это отживано-близ. То есть отживано-близ, комплекс масел, да, и эфирных масел, которые делают все ткани телоэластичными, кровь жиденькая и препятствуют тромбообразованию. Абсолютно показан, да, показан. Поэтому в любое время к этой программе можно добавить. Потом отжиз-пушти, так же, как энергоплиз, да, вот отжиз-пушти и энергоплиз, они похожи. И если кому-то не нравится вдруг по вкусу паста отжиз-пушти, то можно заменять энергоплизом. Я так и спрашиваю иногда у людей, что вам удобнее, вот комплекс, мощный поливитаминный минеральный комплекс в виде пасты или в виде таблет. Иногда люди говорят, мы едем в отпуск, нам удобнее взять таблетки, да, поэтому отжиз-пушти и энергоблиз это просто питание для клеток, которое организм, да, направит сам туда, куда ему нужно, туда, где у него самое слабое место. Поэтому я считаю, это самое основное. Можно периодически Близминт менять на карте Близминт, особенно если есть какие-то проблемы, типа вот артериальной гипертонии, тогда сразу можно корректировать и артериальное давление, и укреплять венозную стенку. Если там выражены отеки, можно курсами там урегард, чтобы помочь вывести из организма отеки, то есть вот это самое основное. Что еще рекомендуется, вот просто обыкновенные рецепты из повседневной жизни, да, спать с валиком или подушкой под ногами, чтобы тем самым улучшить отток крови, да, чтобы не было тяжести с утра. При отдыхе или просмотре телевизора, чтении ноги класть повыше и даже под углом 90 градусов опираться на стенку. Или вот можно использовать вот такой гимнастический мяч, как вы видите на картинке, тем более беременным женщинам, потому что это риск развития варикоза. То есть можно этим же мячом массировать икры, как бы лежа ходить, хлопая икром по поверхности мяча. Это тоже очень приятное такое занятие, которое приводит к оттоку крови в венах и такое забавное. То есть любое движение у него всегда полезно. нужно помнить, что варикоз нельзя вылечить раз и навсегда. И поэтому о венах нужно ухаживать каждый день. И это, понимаете, просто вот как зубы почистить. То есть зубы почистил и самомассаж сделал. Особенно на ночь, когда в течение дня накопилась какая-то тяжесть в ногах, приходилось долго сидеть или долго стоять. И поэтому нужно обязательно сделать вот такой самый массаж. И нужно помнить, конечно, что все движения должны быть по току вен, по току лимфы. Обязательно снизу вверх. По маслу Астикар нужно всегда хранить на видном месте, чтобы если вдруг забыл, то обязательно вспомнил. Вы знаете, вот я когда ушла из официальной медицины и пришла в компанию, которая работает с высококачественными биологическими активными средствами, в швейцарскую свою компанию Марин. Я увидела там много женщин, которые прекрасно выглядят. Просто прекрасно. Некоторые из них просто паспорт показывали. Никто не верил, что им там 60 лет. Все думали 40. А я, когда я ушла из официальной медицины, я выглядела очень плохо. Я сейчас выгляжу лучше. Хотя это было уже там 13 лет назад. То есть я была очень такая худая. У меня вот так вот уже морщина шла. Выглядело какое-то изможденное. Лицо какое-то серое было. Потому что сидишь и работаешь врачом. Всем назначаешь таблетки. И сама их пьешь. И, соответственно, только загинаешься от этого. То есть накопилось к тому времени куча всяких болезней. Там у меня такие есть фотографии, что просто жуткие. И я увидела, как вот эти женщины хорошо выглядят. А потом я с ними поехала в поездку. Увидела, как они за собой следят. То есть никто не ляжет, пока не сделает массаж стоп. И не нанесет специальный крем на ноги снизу вверх. Никто вот просто не встанет и не выйдет из номера, пока не сделает все-все-все. И понимаете, это просто должно быть как отче наш. То есть каждой части тела нужно уделить вниманию. И когда ухаживаешь за своим организмом, в каком бы расляманном состоянии не был, он всегда на это очень хорошо реагирует. Клетки обновляются. Отдаешь им хорошее питание. Наносишь все сверху. Делаешь такие массажи мягкие, такие растирания. И буквально через 3 месяца, через полгода, видишь, просто все видят значительные изменения внешности. Ну и варикоза не будет, если больше двигаться, носить удобную обувь, делать простую зарядку, кататься на велосипеде и плавать. То есть движение, движение и движение. Тут можно и капиллярную гимнастику, и кардиоупражнения. И понимаете, самое главное для того, чтобы были здоровые вены, здоровые кости, связки, должны быть здоровые мышцы. Тут вот, ну никак. Если ты не занимаешься, мышцы атрофируются за ненадобностью, вены никто не держит, они растягиваются, с веном никто не помогает прогонять кровь снизу вверх, никто не помогает суставам питаться, все разваливается. Все, движение – это основа. И поэтому тоже для того, чтобы веносные клаваны хорошо работали, есть даже вот одно простое упражнение. Вы знаете, очень важно подобрать именно вот эффективные упражнения. Вы знаете, я очень люблю школу своего тела. Есть такой человек Алексей Фалеев, я иногда про него рассказываю, и несколько лет читаю его рассылку, потому что очень грамотный человек, и так приятно вот его читать, и он всегда расскажет что-то новое и важное. И он спортивный тренер, сейчас уже психолог, всегда говорит – учитесь, изучайте что-то новое, двигайтесь. И вот в том числе был такой рассказ, что когда он еще был школьником, он делал упражнения, занимался силовыми видами спорта и анализировал, то есть все-все записывал в тетрадку, что он делает, какие результаты. Потом он это все забросил, и уже будучи в институте понял, что без этого жить не может, нашел тетрадки, удивился, как он вообще будучи школьником мог все это записать, проанализировал, и понял, что наиболее эффективны для него все на все три упражнения. И он остальные все убрал и сконцентрировался на этих трех, это дало очень большие спортивные результаты и быстро. Поэтому очень важно понять, какие именно упражнения дают наиболее выраженный эффект. И вот смотрите, оно очень простое. То есть положение лежа, тянуть носки и ног на себя к лицу, а пятки от себя. Это даже можете посмотреть ролик, я сегодня тоже посмотрела, получила удовольствие, ролик от врача Ребетона Петра Попова. То есть очень эффективное упражнение, действительно сама вот делаю, и я уже тоже не раз говорила, что нужно утром проснуться, не вставая с постели, самые какие-то 2-3 элементарных упражнения поделать, чтобы был эффект. Из японской системы рекомендуется подниматься на носки и силой опускаться на пятки 50 раз. И так утилизируется канал почек, что тоже очень важно для состояния венозной системы. И в Японии известна гимнастика для пожилых, это хождение на пятках. Еще зачастую задом наперед сколачиваем пяток в землю. Но можно не задом наперед, а просто вперед. Ну вот просто силой ударять пятку даже 15 минут в день, чтобы каналы почек работали лучше. То есть это вот такие упражнения между делом, на которые не надо выделять особого времени. Ну и удобная обувь – это то, что особо эффективно при варикозе. Еще немножко хочу остановиться на механизмах венозного возврата. То есть кровь двигается против гравитации венозной снизу вверх. И что помогает этому возврату крови снизу вверх? Во-первых, мышечный насос. Поэтому мышцы в движении и организму легче прокачивать. Кровь снизу вверх. Каждый раз мы делаем шаг, мышцы голени, бедер сокращаются, вены, находящиеся в их толще, сжимаются, и кровь выдавливается вверх. То есть снизу мышца сжимается, вена сжимается, кровь выдавливается. Как если мы трубку с чем-то наполненную вот возьмем и будем выдавливать крем там из чего-то, да, и так далее. А для этого вот очень хорошо вообще использовать випарита караниасану или королевскую. То есть вы видите вверху, то есть ноги вверху, да, и отток венозный улучшается при этом. То есть поза называется королевская, потому что дает очень много оздоровительных действий на организм. Потому что с одной стороны варикоз это расплата за прямохождение. Ну и второй механизм неназного возврата это присаживающее действие в грудной клетке на вдохе. То есть во время вдоха давление в грудной клетке снижается, это приводит к засасыванию крови в крупные вены, расположенные рядом с сердцем. И улучшается возврат крови к сердцу и с периферических вен. Этот механизм усиливается при использовании техники проноямы. Поэтому тоже, если приходится долго просто сидеть, то лучше несколько раз еще подышать, чтобы вот использовать диафрагму для улучшения выносного тока. Ну и в заключении одна из главных причин варикоза психосоматическая. Обычно ноги показатель внутреннего состояния уверенности. Не только в себе лично, а в любой области. Человек как бы непрочно стоит на ногах в этой области и вылезшие наружу вены это проблемы лезут наружу. У уверенных людей варикоза не бывает. Статистика отражает экономенность. Посмотрите на успешных менеджеров. У них всегда гладкие ноги, они уверены в себе. И встречалась по жизни, был неуверенный человек, затюканный близкими, проблемы со здоровьем, среди них варикоз. И вдруг удачно пошел бизнес или удачное замужество, неуверенная в себе женщина. Короткое время, а варикоза нет. И человек как бы говорит, я почувствовала себя уверенно стоящим на ногах, и проблемы больше не есть. То есть есть такая информация, ее тоже хорошо использовать и быть более уверенной в себе. Только когда проблема убирается из мозга человека, и болезнь исчезает с физического плана. И понимаете, с другой стороны, когда человек пьет аэргитические средства, близминк, это тоже дает психическое равновесие, он тоже становится более уверенным в себе. Он пьет ливо-близ, ливо-близ выводит все токсины. Кровь уже становится чистой, не отравляет мозг вот этими ядами. И поэтому мозг получает чистую кровь, больше ткани насыщаются кислородом. Это тоже дает энергию, это все дает энергию. Плюс укрепляется соединительная ткань, плюс астикар дает просто какое-то чувство блаженство и все вместе. Это значительно улучшает состояние вен, и это нужно делать постоянно, просто чередуя различные комплексы. Спасибо всем за внимание. Я вижу у нас вопросы. сколько аюрведических средств можно принимать одновременно и как долго. То есть в начале применения аюрведических средств мы рекомендуем принимать три аюрведических средства. При этом эти три средства можно дополнить либо отжесом кушти, либо энергоплисом, либо дживаноблисом, потому что это вот как очень полезное питание. Поэтому одновременно можно четыре. Так мы начинаем. Те, кто любит аюрведу, пьет ее уже долго, то можно пить и пять, и семь комплексов, кому как нравится. Я, если я пью три, то мне мало, мне чего-то не хватает, мне надо больше. То обычно пью лично пять-семь. Есть те, что пью постоянно. Например, я постоянно пью Inalive, сейчас я стараюсь постоянно пить республист для дыхательной системы и лимфокар. Остальные я чередую. Можно ли как-то стимулировать образование коллотералей? При каких условиях они образуются? Они образуются в первую очередь при физической нагрузке. Ну и организм сам образует коллотерали там, где ему нужно. И поэтому там, где есть варикозное расширение вен, они образуются после удаления варикозного расширения вен. Но стимулировать их не надо, им просто надо давать организму питание. Организм сам расти так можно сказать засуды. Помогает ли водяной массаж для улучшения соединительной ткани? Понимаете, соединительную ткань, чтобы ее улучшить, ее прежде всего надо питать. массаж, его основное свойство любого вида массажа, его цель это расслабить мышцы, убрать зажимы, улучшить кровоток, улучшить лимфодренаж, с лимфодренажем улучшается выведение лимфы. Поэтому, конечно, полезен, надо просто смотреть, чтобы не было противопоказаний. Ну, как пример, душ-шарко, это очень полезная физпроцедура, которую всегда рекомендуют в санаториях. Конечно, густая кровь и высокий гемоглобин здесь надо пить живо на близ, потому что именно живо на близ разжижает кровь и улучшает ее текучесть. Но вы поймите, что такой высокий гемоглобин и густая кровь это признак обезвушивания. То есть надо научиться пить воду, стараться пить глотками в течение дня по чуть-чуть. К общему количеству воды приравниваются травяные чаи без сахара, потому что чистая вода обладает мочегонным действием. Поэтому травяные чаи без сахара любые их можно чередовать и просто небольшими глотками в течение дня это тоже улучшает кровь, разжижает в первую очередь жива на близ. блесминт большое Наталье за этот отзыв, за эту историю. Использовала данное сочетание препаратов для других целей суставов, печени, сердца. Заметила, что вены на ногах как бы убрались. Но это очень здорово. Видите, действительно это классно, что у нас юридические средства они универсальные. То есть блесминт можно использовать конечно не только при варикозном расширении вен, а просто даже просто как питание мозга. Просто исходя из того, что мы стареем и мозг угасаем, и это гасает, это страшно. Для того, чтобы нормализовать эти процессы возбуждения, торможения, чтобы меньше уставать для психической активности, для вообще для психической стабильности и для активности. Организм направляет туда, куда надо. Печень она вообще я считаю для всех органов и систем важна. Ну и остекар да, он и для суставов, и для сердца, и для вен. Ой, вообще спасибо большое. Понимаете, Денис, вот полезно, не полезно, это каждый понимал по-своему и то, что русскому хорошо, да, то для немца смерть. тут надо смотреть по себе, какую цель хочется достичь и кому полезно, кому не полезно. То есть критерием тут должно быть удовольствие и улучшение состояния. То есть если, например, я там в начале своей врачебной деятельности вообще разочаровалась в фармрепаратах и кидалась изучать вообще все средства, какие только можно оздоровления и, конечно, вышла на систему закаливания, систему там оздоровления по Иванову и год вообще обливалась этой холодной водой, это было типа господи, спасибо и господи, помоги. Потом ну сколько можно себя насиловать. А есть люди, которые вот обольются и им это кайф вообще. И тут если понимаете ноги и так мерзнут и перед этим мыть их холодной водой и при этом мучиться от холода и думать что это полезно то это все что от ума оно не полезно. Тут вот надо смотреть на тело. Поэтому если есть же болезни холода болезни жара. Если наоборот болезнь жара и ноги как бы пекут и хочется их охладить чем-то сполоснуть таким прохладненьким это дает вот такое классное ощущение помогает успокоиться заснуть это одно дело. Если это болезнь холода и холод накопился в нижней части тела ты никак не можешь согреться и ходишь шерсты на носках а тут еще ноги холодной водой да лучше и горячей попарить. То есть это все индивидуально полезно не полезно это все надо на себя примерять и смотреть как вам лично вам лично это это полезно или не полезно аварикоз 4 месяца назад на фоне приема урегарда сильно отекли ноги и не проходит может ли быть это связано то как вес 53 килограмма воды пила 1-1,5 но воды выпили нормально 1,5 литра в сутки на фоне урегарда ну вы знаете у меня например была такая ситуация когда у меня воссталилось сухожилие на стопе а потом отекла вся стопа одна потом вторая отекла потом а потом я решила что это у меня из-за варикоза и что у меня все варикоз караул и звездочки на ногах есть думала все пора делать узи сдаваться что-то делать там сколерозировать вены оперировать или еще что-то и сразу пошла делать узи и мне сделали узи глубоких вен и сказали у вас нет варикозы женщины не успокойтесь вообще я говорю как нет варикозы а вот видите у меня там вены немножко изменены он говорит ну это поверхностные вены они не влияют вообще так сильно на ту крови как глубокие вены то есть в первую очередь смотрятся глубокие вены и как только я успокоилась у меня все нормализовалось поэтому я к тому Татьяна что сделайте пожалуйста узи глубоких вен и посмотрите какое состояние именно глубоких вен которые наружными снаружи на коже не увидишь а то что есть варикозы вот таких поверхностных вен варикоз это может вообще не влиять на состояние глубоких лет и поэтому лучше сделать и посмотреть чем вызваны эти отеки и понимаете в медицине мы идем от самого худшего к методам исключения то есть мозг врача как думает что отеки могут что вызвать отеки варикоз значит надо исключить варикоз глубоких лет почки значит надо проверить почки нет ли там ко мне нет ли там почной недостаточности мало ли вдруг что там случилось с почками да проверить узи почек сделать и сердечные какие-то отеки потом есть отеки на фоне гипотириоза то есть есть разные причины возникновения отеков и надо искать какие причины и надо смотреть проходят ли эти отеки на фоне упражнений вы говорите вообще не проходят то есть тут надо надо идти сдаваться и надо делать обследование и выяснять и варикозе все можно делать баночный массаж с маслом то есть аюрведа рекомендует массаж с маслом да аккуратненько все это делать конечно лучше всего проконсультироваться с аюрведическим врачом чтобы показали как правильно делать этот массаж лимфодренажный массаж он конечно всегда показан то есть любой массаж это всегда помощь венок потому что это улучшение эластичности мышц да это проработка мышц это всегда помощь в выведении токсинов устранения отеков это всегда хорошо но я вот лично за то чтобы массаж глубокий такой показал специалист а себе можно делать в первую очередь астикар такими массажными движениями снизу вверх и баночный массаж тоже очень хорошо но я бы лично обходила немножко варикозно расширенную вену при сопутствующем атеросклерозе сосудов головного мозга я бы добавила в программу обязательно дживана близ потому что именно дживана близ обладает выраженным антиатеросклеротическим действием то есть во-первых лива близ да потому что именно печень отвечает за выработку холестерина именно в ней вот такой холестерин вам не надо нормализовать дживана близ выражена антихолестериновая действие а если если это женщина я бы добавила не на лайф даже хотя бы одну таблетку потому что это тоже защита мозга и защита от атеросклероза но базовый препарат именно дживана близ татьяна рачина я думаю тут надо искать все-таки лучше посоветоваться с либологом и искать все-таки причину отеков я не знаю что не думаю что это именно урегард он не мог дать отеки он просто уже начал не справляться с отеками и воды вы немного пьете и если отеки не проходят на фоне приема оригарда то надо искать какую-то причину урегард алексей фолиев школа своего тела он вообще не привязан никакой компании он вот алексей фолиев да он просто зарабатывает на жизнь тем что ведет курс коррекции веса с помощью правильного питания и у него очень много очень интересной информации спасибо вам большое за спасибо надеюсь очень что встретимся в Крыму так режим приема препаратов с учетом привыкания к ним значит смотрите вот это мое мнение оно как бы не истинно в последней инстанции мой врачебный опыт что к растительным средствам есть момент привыкания и нужно делать перерыв 10 дней то есть 10 дней это то время когда рецепторы отдыхают то есть последнее время очень много диссертаций защищается на тему отзыва отдыха рецепторов то есть человек пьет какой-то растительный препарат да потом сначала такой эффект классный потом он теряется и нужно делать либо перерыв либо увеличивать дозировку либо менять средства и перерыв 10 дней его можно делать в таком режиме допустим месяц 10 дней перерыв или вот например на лайф можно пить 20 дней 10 перерыв вот либо 3 месяца месяц перерыв или так или так есть такая и такая схема спасибо я надеюсь вы узнали что-то полезное